так друзья мы продолжаем мне пришлось прерваться но за это время у нас подсохло это место я предлагаю вам оценить взглянуть как получилось у нас ну кажется довольно неплохо мы словим словим фокус сейчас вот это место я еще пока не клеил я думаю что и эту эту сторону я сделаю одновременно чтобы было удобно держать здесь все равно нужно вручную будет все придавливать и стыковать и никак к сожалению такие плотные прилегания что их никакими зажимами ничего с ними не сделать сейчас тогда намочу уже правый борт и пойду обрезать и вклеивать как и с этой стороны так у нас шпон уже впитался берем острый нож и начинаем я хочу показать как я делаю я вот знаю точно что снимать здесь нужно больше но пока этого не делаю то есть я снимаю примерно чтобы приблизиться и потом уже буду подрезать понимая где сколько нужно добавлять а друзья но в целом с этой стороны я вижу что еще чуть-чуть когда он прижмется плюс-минус будет уже похожим по толщине как-то так у меня получилось чуть-чуть подслоить ранец чтобы я смог вырезать тут снять дерево и закруглить его это место очень хрупкая она и может треснуть в любой момент поэтому с ним надо аккуратно но попробую это сделать лучше его наверно смочить я намочил вот это место чтобы дать впитаться шпону в воде чтобы он не так сильно крошился теперь нужно извлечь все опилки которые здесь у нас получились непросто тут еще задание не сломать нож при этом и не выгнуть его конечно под нужным мне углом хочется раскрошить все опять тщательно надо еще надо еще и перчать и с и с и с и и и не просто друзья не просто сейчас нужно сделать плавный переход со второй рейки на первую теперь пробую все это состыковать нижняя планка стыкуется с верхней планкой пока сложности по причине того что и очень сложно загнуть но в целом тоже я думаю что все получится но эта сторона сложнее стыкуется чем левая разность геометрия получилось у меня так но я думаю что можно наверно клеить давайте поехали нужно еще чуть-чуть подрезать потом у нас еще будет шлифовка я сейчас немножко приглажу рейки чтобы они нормально были между собой как только мы начнем мазать клей они начнут увеличиваться и это надо предусмотреть с кормой наверно одна из самых интересных и сложных на мой взгляд что основное правило для себя я здесь использую осторожность осторожность при снятии потому что если срезать с лишнего то уже наращивать будет сложно ну что мне нужны мои канцелярские зажиме начнем с конца а вот здесь можно проклеить хватает чуть-чуть хватает длины но хватает друзья вот пока я держу я смотрю на корму и не понимаю почему вот это место но по инструкции не обклеивается шпоном пока я не вижу причин чтобы оставить его в таком состоянии мне кажется его обязательно нужно закрыть сделать равномерно вот я говорю про вот это место сейчас что думаете так ну вроде бы у нас взялось все держать мы будем все равно поэтому предлагаю начать с правой части которая вызывает больше всего вопросов здесь сверху у нас еще пойдет бархоут и он я надеюсь что сыграет тоже вспомогательную свою роль плюс у нас здесь же будет еще брусок не брусок а нижняя часть галина посмотрим так ну че клеим так ну че клеим вторая доска кстати не очень сильно отошла целом это наверно здесь и не надо и вот это место я еще дополнительно проклею так ну чтож выводим да друзья в таком состоянии мы должны будем сейчас зафиксировать лишнего клея здесь не очень много у меня получилось он есть продержать одновременно левый правый каш погорячился друзья но я нашел выход я использую как раз таки нашу деталь которая поможет мне прям придать форму друзья но мне удалось один из своих зажимов все таки приспособить место конечно очень сложная я вот с одной стороны прижал длинную рейку по борту канцелярской булавкой не знаю как показать вот а транец я прижал зажимом но пока не фокусируется вот так наверно да пока вроде бы этому максимально что я смог сделать предлагаю переключиться здесь у нас будет все сильно проще друзья но вот в таком положении не знаю насколько его хватит мы оставляем фиксироваться ну и покажу потом что получилось у нас примерно вот таким образом я его умудрился захватить у на глаз по стыкам все хорошо а что будет когда достанем посмотрим на этом все всем спасибо и пишите комментарии ставьте лайки продолжаем строить меркурий от завс